На митинг в поддержку действующего мэра Натальи Федотовой пришло совсем немного жителей Минусинска. По разным оценкам от 100 до 250 человек. Видимо вопрос, кто станет у городского руля, большую часть жителей не волнует. Среди собравшихся на площади перед торговым центром много бюджетников, готовых высказаться в пользу городоначальницы. У педагоги мы работали с ней, знакомы. И уже она рабочая, свои полгода много сделала для города. Да и порядок все равно наводит в городе. Она хороший организатор. Собрав свою команду, она назначит на местах таких людей, которые компетентны, профессиональны и будут работать на благо города. Скандальное голосование, которое состоялось на прошлой неделе, взбудоражило Минусинск. И неудивительно, ведь в поддержку действующего мэра высказались лишь 13 депутатов из 15 необходимых. Причем львиная доля поддержавших это члены партии власти. За оказалась и депутат от Справедливой России. Сама Наталья Федотова ситуацию прокомментировала на официальном сайте города и назвала случившиеся демонстрацией политического диктата. Ведь выборы были безальтернативными. То есть официальных соперников у нее не было. Уверена, что мы обязательно найдем конструктивное решение этой проблемы. Мы живем в мире, в котором надо постоянно договариваться и жить в диалоге. Когда мы выбирали наш городской совет, все депутаты обещали своим избирателям совместную работу на благо города, совместное обсуждение и решение городских проблем. Сторонники действующего мэра собрали на митинге подписи, которые обещают отправить в краевую администрацию и законодательное собрание. Видимо в надежде на то, что старшие товарищи и центра смогут повлиять на несознательных минусинских депутатов. Которые, кстати, и сами рискуют остаться без мандатов. Очередное голосование по утверждению в должности Натальи Федотовой, скорее всего, состоится 4 апреля. Если городоначальница снова не наберет большинства голосов, то Минусинск останется не только без мэра, но и лишится собственных депутатов. По уставу города в таком случае совет депутатов должен быть распущен в течение 10 дней и назначены новые выборы. А это значит, что как минимум пару месяцев в городе не будет сразу двух ветвей власти. Александр Тимофеев, Дмитрий Парахин, Дмитрий Судариков. Новости. Седьмой телеканал.